Рада приветствовать всех, кто подключился в таком несколько необычном формате. Зоя Александровна, вы очень рада вас видеть. Да, формат несколько для нас необычный, для научной школы. Мы привыкли все это проводить в натурных условиях, с выездными лабораториями. Ну, для начала, с кем мы еще не познакомились, я хочу сразу сказать, что меня зовут Елена Ивановна Тихомирова, я заведую кафедрой экологии Института урбанистики, архитектуры и строительства Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Юрия Алексеевича. Вот так полное название звучит. Тема, конечно, как сказать, у нас целый блок занятий, и все посвящено исследованию воды. Сегодня у нас первая тема, посвященная гидрохимии. И тут мне хотелось сказать, почему именно я так получилось, доверили мне провести этот блок, потому что, хотя этой темой занимаются многие научно-исследовательские институты, группы ученых и так далее. Я не просто заведую кафедрой, у нас на базе кафедры располагается и работает успешно более 10 лет научно-образовательный центр промышленной экологии. И мы решаем вопросы, связанные с оценкой качества очистки источных вод, прежде всего промышленных источных вод, хозяйственно-бытовых. То есть как технари подходим к этому вопросу. И здесь гидрохимия, как никогда, знание ее нужно очень. И нужно это не только, потому что мы на кафедре готовим экологов со специализацией промышленной экологии. Второе направление у нас на кафедре реализуется – это природообустройство и водопользование. И по самому названию уже понятно, что вопросы природопользования в полном объеме представлены в целом курсе дисциплины, и одной из базовых дисциплин, естественно, является гидрохимия. Третий существенный момент, что у нас при кафедре в 2010 году был создан испытательный лабораторный центр «ЭКООС». И с 2010 года мы уже третий раз проходим аккредитацию. Центр включает аккредитованные лаборатории. И прежде всего у нас очень широкая область аккредитации на исследование, оценку качества и выдачу заключений на все виды год. То есть мы занимаемся исследованием и поверхностных вод, вод питьевого назначения, централизованных, децентрализованных. Соответственно, потом у нас идет блок исследований, все, что связано со сточными водами и так далее. То есть мы живем… Это уже несколько не научная среда. Это среда выдачи официальных заключений, заключений, которые могут быть использованы в арбитражных судах, если вопросы касаются штрафов, санкций и решаются в судебном порядке. Поэтому здесь мы работаем строго в рамках регламентированных документов, стандартных методик, вот, аккредитованных, аттестованных методик в соответствии с нормативными документами, вот. И поэтому у нас идет как бы сочетание такого строго регламентированного процесса определения нормативных показателей выдачи заключений. И в рамках научно-образовательного центра это вот уже как бы научное изыскание, совершенствование методов очистки, как раз анализ разных показателей в зависимости от того, что мы хотим в воде посмотреть. Ну, и, наконец, еще один весомый аргумент, я к нему вернусь в одной из последних лекций, когда мы будем говорить о процессах самоочищения. Это то, что именно на базе нашей кафедры был создан в год экологии и особо охраняемых территорий в России областной центр мониторинга Волгоградского водохранилища. Мы его называем облэкоцентр. И он был создан не только потому, что у нас наработан целый комплекс интересных методов мониторинга именно водных объектов с использованием современных информационных технологий, это у нас очень интересное направление, очень интересный состав работающих в этом центре подобрался, ученых, и я об этом буду говорить на лекции в пятницу. Вот. И, опять же, разводные объекты, то вот там как раз мы сочетаем и то, что надо по нормативным документам определять, и то, что мы можем определить с помощью современных методов, подходов, все то, что еще не вошло в официальные нормативные документы, но чрезвычайно интересно, востребовано. Мы с вами вообще живем в очень интересное время, когда настолько бурно и не успеваешь даже сориентироваться, совершенствуются методы информационных технологий, и, наконец, это все приходит в экологию. То есть мы учимся определять качество вод в поверхностных водных объектах на месте, с определением точных координат точки, где мы забираем воду. Целый ряд показателей уже определяется, что называется, на месте, экстемпрос, с помощью сенсорных различных датчиков, плюс это сразу передается информацией на компьютер, и в компьютере соответствующая программа анализирует, что мы вот в точке сейчас определили, насколько это укладывается в нормативные показатели, тот же сравнивается с тем, что мы мерили в этой точке раньше, и сравнивается с ближайшими точками. То есть, ну, просто фантастические возможности, которые еще пока не закреплены в нормативных документах. Вот, поэтому мы сегодня с вами прежде всего поговорим о традиционных методах. И, пожалуй, самый сложный вопрос на сегодня, почему мы так и назвали лекции необходимости, достаточность. Мало посмотреть комплекс показателей, надо еще понимать, зачем мы их смотрим, и в каком объеме, к чему мы их можем приложить. Поэтому вот такая, как бы, небольшая преамбула. Вот, ну, хочу сказать, что помимо того, что мы вот готовим бакалавриаты по двум направлениям, и они и так или иначе связаны с экологией водных объектов, у нас еще магистратура при кафедре по направлению экологии природопользования, но она, опять же, с уклоном в промышленную экологию, и профиль у нас реализуемый, называется экологическая безопасность. И, конечно, вопросы водопользования, там, водоподготовки, водоотведения и так далее, с технической точки зрения, с технологической точки зрения, вот, они очень важны. И вообще вопросы, связанные с использованием воды, качеством воды, ну, на мой взгляд, еще буквально вот 5-6, максимум 10 лет, и мы с вами будем говорить не об энергоисточниках, не о добыче газа, нефти и так далее, а все человечество будет решать вопросы качественного водообеспечения, и поэтому это чрезвычайно важная вещь на сегодня. Вот, это что касается магистратуры. Ну, и, естественно, у нас есть экология, причем подготовка в аспирантуре, пока мы еще науке на Земле называемся, блок направления, а внутри этого направления, получается, направленность называется по-современному, это 030208 экология, но дальше у нас идет расшифровка в скобочках в биологии, то есть мы рассматриваем экологические вопросы по биологическим наукам, значит, в химии, нефтехимии, при этом химические науки и технические науки, поэтому аспиранты, которые выпускаются с нашей кафедры, они имеют возможность представить свои работы в диссертационные советы и по биологическим наукам, по специальности экологии, ну, и вот мы сотрудничаем очень тесно с Казанским университетом, вот здесь как раз профессор Сироткин присутствует, и представляем в их диссертационном совете работы по экологии, технической науки, тесно сотрудничаем с Федеральным Южным университетом, когда мы едем в основном с нашими работами по специальности экологии, но биологические науки, поэтому так получилось, что вот в таком широком диапазоне мне доверили как раз и поговорить об исследовании воды с точки зрения гидрохимии, гидробиологии, с точки зрения адекватности использования целой комплекса интегральных показателей, и заключительная лекция у нас с вами будет посвящена как раз пониманию правильной оценки процесса самоочищения водных объектов. Вот с такой немножко длинной преамбулой перейдем к теме сегодняшней. Сегодня мы поговорим с вами о гидрохимических исследованиях. Но с учетом, что достаточно много, я смотрю, подключилось здесь студентов, те, у кого в этом году в силу вот такой неординарной ситуации в стране и в мире с коронавирусной инфекцией, мне всем удалось выйти на полноценную практику, практику, да, связанную с экологией водных объектов, с проведением вот исследований водных объектов, поэтому небольшое вступление в свои лекции я сделаю как раз с общим обзором по гидрохимии. И еще хочу сказать, что я не совсем как лектор идти не буду, скорее как, наверное, модератор, потому что считаю, что, ну, объять необъятно невозможно в этой области исследования. И есть в нашей стране очень много серьезных школ, где наши ведущие ученые в стране занимаются, ну, на, считаю, более высоком уровне и могут представить современные научные исследования в этом направлении. Поэтому в лекциях будут подключаться специалисты, коллеги и будут представлять отдельные разделы в этом направлении, которыми они занимаются. А сейчас вот немножко таких вводных слов по гидрохимическим исследованиям. Вот данные гидрохимических исследований, они нужны не только для вот оценки пригодности природных вод для бытового промышленного водоснабжения или подземных вод. И с этой точки зрения вот эти знания, они нужны, конечно, и тем, кто учится в классических университетах, на химических специальностях, биологических. Это нужно и практически всем, кто проходит подготовку в технических вузах и связан с вопросами водопользования и промышленного водоснабжения. В аграрных университетах эти вопросы тесно связаны с необходимостью использования вод для орошения. Очень жестко решаются эти вопросы там, где занимается рыборазведением. Необходимо знать гидрохимические показатели и при характеристике действия воды на гидротехнические сооружения, это отдельные специальности в технических вузах, и это неотъемлемая часть подготовки таких специалистов. Вот. Ну и самое главное, что на сегодня особая значимость приобретают знания вот химического состава воды, качества воды в связи с возрастающим не только использованием воды, но и существенным дефицитом в водных ресурсах во многих регионах нашей страны. Я уже не говорю о странах, где этот вопрос особо остро стоит. И вот в этом направлении мы как раз на кафедре реализовывали в течение трех лет государственное задание по разработке технологии водоподготовки в проблемных регионах Российской Федерации в случае различных аварийных ситуаций природного техногенного характера. И как раз решение технических вопросов напрямую связано и зависит от того, насколько исходно в результате мониторинга и какие конкретно показатели можно получить. Ну, еще раз скажу, что гидрохимическими исследованиями у нас в России занимаются многие научные учреждения и проводятся обширные планомерные изучения химического состава поверхностных вод, рек, озер, водохранилищ и так далее. Ну, по официальной статистике, наш Госкомгидромет с 1936 года ведет вот такие системные исследования. Поэтому за эти годы накоплен очень большой фактический материал по химизму поверхностных вод, подземных. Вот, и поэтому найти соответствующую литературу не представляет труда, поскольку монографических описаний гидрохимии отдельных объектов, регионов, частей России, гидрохимических карт, содержащих информацию о минерализации, оном составе, оном стоке и так далее, достаточно много. И, соответственно, на сегодня и в промышленности, в научных исследованиях гидрохимическому материалу предъявляется все больше и больше требований. То есть на сегодня не просто нужно определять какие-то показатели, а необходимо, чтобы эти показатели позволили понять закономерности формирования или изменения химического состава природных вод и, самое главное, гидрологического режима многих водоемов. Поэтому идем дальше. Для нашей студенческой аудитории современное понимание гидрохимии, или химии природных вод как науки о составе природных вод и процессах, которые там происходят. Вот. И вот тут получается интересная вещь, что по своим основным задачам и конечным выводам гидрохимия, конечно, это вроде как дисциплина, получается, относящаяся к геохимии. Она и географическая, и тесно связана с гидрологией, гидробиологией, микробиологией, безусловно, геологией почеловедения, потому что химический состав почвы, естественно, оттуда поступление в водные объекты и так далее. И что для нас с вами важно, чтобы дальше рассматривать эту тему? Компоненты природных вод, которые непосредственно изучаются вот в предмете гидрохимии. Он здесь у вас подробно представлен, и мы частично сегодня что-то успеем рассмотреть, что-то рассмотрим в следующих таких, я бы не назвала их лекции, назвала бы темы рассмотрения. И, соответственно, еще какой момент, ну, все мы не охватим, на сегодня различают отдельно гидрохимию морей, рек, озер, то есть потом поверхностные воды с уже, отдельно вопрос идет о подземных и атмосферных водах. И если немножечко пройти в историческую справку, то вот как раз соединение таких понятий, как природная вода-минерал, которые были высказаны еще минерологом Ренеи Жустав-Галюи, и Вернадский, наш знаменитый Вернадский, в 1933-1936 году, было несколько его публикаций, он как бы вот к этой же теме вернулся. И после чего в ряде трудов Олегина прозвучало, что гидрохимия должна входить в комплекс дисциплин о гидросфере. И на сегодня химию природных, вот, рассматривают еще и как раздел геохимии, то есть достаточно широкие должны быть познания в ряде, скажем так, не сопутствующих, а в ряде наук, которые параллельно идут с гидрохимией. Ну, на этапах развития гидрохимии, пока я говорю, вы сами посмотрите, я хотела сказать о том, что, собственно говоря, аналитика-то началась примерно с середины XIX века, и весь XX век как раз складывалась аналитика в области гидрохимии. А до настоящего времени идет так называемый физико-химический этап, когда совершенствуются методы физико-химического анализа как отдельных водных объектов, так и понимания гидрохимических процессов, которые в них протекают. И идем дальше. Таким образом, на сегодня задача гидрохимии – это глубокое изучение закономерности формирования химического состава природных вод, понимания гидрохимического режима водоемов. И это, безусловно, зависит от того, насколько мы можем определить в полном объеме показатели, которые позволят наиболее адекватно об этом судить. И уловить по отдельным наиболее значимым показателям изменения, которые будут обуславливать и качественную, и количественную сторону, как закономерности явлений, так и каких-то воздействий антропогенного характера, прежде всего, что на сегодня очень важно. Ну, немножко возвращаясь к труда Малекина, хотела добавить, что он в гидрохимии выделял как бы пять основных разделов. Это первое – это теоретические основы гидрохимии, где нужно, безусловно, знать, занимаясь в дальнейшем аналитикой, это начиная со строения молекул воды, теории растворов и так далее. Потом нужно обязательно хорошо знать методику гидрохимических исследований, то есть методы анализа, отбор хранения проб, самые главные способы выражения результата. Потом, безусловно, с научной точки зрения, следующий момент – это знание круговорота веществ в гидросфере, потому что здесь неотъемлемая часть понимания взаимодействия воды с горными породами, соответственно, с теми слоями почв, через которые идет фильтрация, выход в соответствующие горизонты и так далее. Условия формирования, а самое главное понимание – это метаморфизация химического состава под влиянием различных, прежде всего, природных факторов, а потом уже понимание как раз степени антропогенного влияния. Далее, четвертый блок по Олекину – это исследование химического состава определенных видов вод, химической динамики водоемов, причин изменения в связи с установленным изменением химического состава воды в пространстве, во времени и, самое главное, в комплексе с физико-географическими условиями. Ну вот, это направление совершенствуется, целый ряд, я знаю, школ, которые посвящены, прежде всего, и для студенческой среды, и для молодых ученых-начинающих, проводятся на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского, ранее отдельно университет растительных полимеров, биошколы, знаменитые биошколы, их более 70 прошло. Последние 10 лет студенты нашей кафедры активно участвуют в этих школах, которые проводятся под руководством профессора Шишкина в Санкт-Петербурге, вот, и часть модераторов этой школы принимает участие в нашей школе в качестве консультантов, совыступающих, так скажем, и я очень надеюсь, что сегодня тоже кто-то из них подключится к рассмотрению этой темы. Так вот, это направление достаточно широко развито в нашей стране, и базовый комплекс необходимых методов исследования, он дается не просто как определить, в зависимости от того, как правильно взяты пробы, какой объект исследуется, а самое главное, как на основании этих полученных показателей сделать правильное заключение по экологическому состоянию конкретного водного объекта. Ну и, наконец, пятое направление по Олегину, это, собственно говоря, прерогатива технорей, тех, кто учится в технических вузах и связан с исследованием воды, это использование сведений о химическом составе природных вод в целях практического применения для нужд различных отраслей народного хозяйства, ну или мы сейчас скажем правильнее, различных отраслей промышленности. Это не просто правильная водоподготовка вод питьевого назначения до очистки и так далее, а это обоснование использования воды и объемов и качества воды для промышленно-технических целей. И здесь очень важный момент, что химический состав воды очень влияет на строительные конструкции, коррозирующие влияние воды на гидротехнические сооружения, они напрямую связаны с целым рядом показателей, которые необходимо определять. Поэтому вот это все о важности знания этого предмета, если уже человек связал свою жизнь как специалист дальше вот с гидрохимией, определением гидрохимических показателей и так далее. Сейчас очень интересное направление развивается в разделе теоретических основ гидрохимии, это экспериментальное моделирование природных процессов, в состоянии водных экосистем. Мы об этом с вами поговорим в пятницу, но я как бы обозначу, что это чрезвычайно на сегодня интересное направление, потому что смоделировать состояние вообще экосистемы крайне проблематично. Вот передо мной выступал коллега, если мы в условиях культивирования, в реакторе еще каким-то образом контролируем изменения происходящих процессов, то, конечно, даже в самом маленьком природном объекте, водном объекте, понять всю степень сложности взаимосвязанных процессов, а уж тем более смоделировать их, достаточно проблемно, но в этом направлении работает целый ряд научных школ, и сдвиг интересный произошел, и мы постараемся об этом в пятницу поговорить и показать вам. Вот, но вот это вот экспериментальное моделирование природных процессов именно приметено к водным объектам, это на сегодня чрезвычайно востребовано, интересно, и тут, конечно, нужно еще знать очень хорошо информатику, вот подходы к математическому моделированию, программированию и так далее. То есть область знаний, чтобы профессионально заниматься исследованиями в гидрохимии, она расширяется и вот в эту сторону. Ну, что, собственно говоря, молодежи, как правило, очень интересно, и вот опыт нашей кафедры показывает, что как раз использование геоинформационных технологий в экологических исследованиях – это интересный очень предмет, ребята с удовольствием за компьютером не просто моделируют, а пытаются идти дальше, и в выпускных работах пытаются, моделируя процессы, попробуют разработать оценки рисков возможных с кардинальными изменениями в водных экосистемах, и что это за собой повлечет. Дальше. Что еще очень интересно? Интересно, что мы приближаемся на основе строгих, научно обоснованных закономерностей, изученных, изучена кинетика различных процессов, которые происходят в природных водах. И самое главное, что за последние 10 лет, ну, может быть, даже чуть побольше, 20 лет появилась возможность исследовать природные воды на уровнях изотопного состава. Это чрезвычайно интересное направление. Если есть возможность современного аппаратурного оснащения, то можно четко сказать в воде присутствие изотопов естественного происхождения или изотоп антропогенного происхождения, и тогда рассчитать как раз уровень антропогенного воздействия на водный объект. Немножко отвлекусь. Хочу сказать, что такие работы выполнялись, ну, естественно, в рамках аспиранских работ на нашей кафедре, поскольку мы работаем в тесном сотрудничестве с Государственным научно-исследовательским институтом промышленной экологии, где есть достаточно хорошее такое аппаратурное оснащение. И именно вот изотопный анализ воды родников позволило выявить единое их происхождение из одного, так сказать, подземного озера, и наличие именно изотопов неприродного происхождения позволило выйти вот на источники антропогенного влияния. Что еще интересно с научной точки зрения на сегодня происходит, это то, что разрабатывается классификация природных вод на генетической основе. И вот в перспективе должна быть создана единая генетическая классификация природных вод с учетом особенностей гидрохимического режима водоема. Не просто статика химического состава, а именно гидрохимического режима. Вот, поэтому можно считать, что сейчас идет такой новый радиохимический этап изучения природных вод. И, безусловно, возможно дифференциация на физико-химическом этапе по ряду обнаружимых закономерностей и признаков. Пойдем немножко дальше. Ну, я уже сказала, что в зависимости от природных вод есть разные разделы гидрохимии. Ну, хочу сразу сказать, что мы не будем брать сложную отдельную тему гидрохимии морей. Мы поговорим о гидрохимии поверхностных вод, поскольку это совершенно отдельный большой пласт исследований. Ну и дальше как раз поговорим о тех методах, которые используются. Значит, и так, современные этапы в гидрохимии рассматривают несколько разделов. Мы уже начали об этом говорить. Но один из важнейших вопросов, есть научная, есть техническая точки зрения, это формирование химического состава природных вод. Здесь вот вкратце я уже об этом говорила. Почему это важно? Потому что мы должны оценить растворимых веществ, которые встречаются в воде, их состояние в растворе, стабильность, сорбционные, обменные, кислительно-восстановительные процессы и так далее. Вот эта взаимосвязанность того, что находится в почве и что, в каком виде может поступать водный объект, понимание это должно обязательно присутствовать при изучении этого раздела. Дальше, следующий раздел. Если мы говорим о определенном виде природных вод, то, безусловно, и химический состав, и гидрохимический режим зависят от физико-географических условий окружающей среды. И поэтому вот помимо собственной гидрологии необходимо знание химии рек, озер, о чем мы с вами будем говорить. И это неразрывно связано с пониманием химии подземных, атмосферных вод, которые вносят свою лепту вот в эти разделы работы. Если мы сейчас более детально переходим к химии поверхностных вод, то, естественно, это не просто изучение химического состава. Важно понимание вот этих колебаний сезонных, суточных, так, и влияние как раз окружающей среды. Это чрезвычайно важно не только для природных объектов, это чрезвычайно важно и для водохранилища, поскольку водохранилище — это вот с точки зрения технической, это природно-техногенный объект. И если природный объект, река, озеро, ну, скажем так, заложено природой, время функционирования, зависимость от природных условий, и тут мы не можем до конца спрогнозировать длительность существования реки, надо просматривать ее происхождение от геологических эпох и так далее, то вот для этих водохранилищ время спрессовано практически, ну, как для человека. Считается, что максимально эффективно как техническое сооружение в полном объеме — это 50 лет. Перешагиваем дальше, и начинаются уже как бы процессы старения водохранилища, и с целым комплексом изменений самой экосистемы, где-то с действием природных процессов, возвращение к исходному руслу, заболачивание к мелководию и так далее. И поэтому, естественно, вопросы контроля водохранилищ, гидрохимии водохранилищ, и зависимости от вносимых загрязнений чрезвычайно важны и в техническом плане, и в плане использования их для решения промышленных, вопросов обеспечения водой промышленных предприятий. Далее идем. Ну и последний как бы важный аспект, для чего мы все это делаем. Не буду останавливаться, пока я говорю, вы посмотрите на экране сходность решаемых вопросов химии подземных. Вот что хотела сказать, что решение сложного комплекса задач, связанных с охраной окружающей среды, и особенно с рациональным использованием водных ресурсов, должно, конечно, опираться на широкую, надежную экспериментальную основу. То есть качественных методиках химического анализа воды, совершенствование которых идет по пути повышения чувствительности, и точности. И мы переходим с вами как раз к современным гидрохимическим методам анализа ПРО. Здесь общая информация представлена, что на сегодня есть. Возможно, не все здесь представлено, мы об этом будем и дальше немножко говорить. Есть комплекс традиционных методов, которые, ну, с которыми мы студентов готовим, которые в большинстве лабораторий достаточно часто используются, с простыми методиками, с простым приборным оснащением. Основное содержание макрокомпонентов поверхностных вод определяется методами китрометрического анализа. И здесь достаточно простые анализы основных показателей. Ну, совсем просто определение подсветности, органолитическим показателям, даже не буду останавливаться, запахи. Здесь у нас все традиционно на протяжении практически всего 20-го столетия. Ничего пока другого не придумали. Арбитражная оценка экспертов, кто как это видит, оценивает и так далее. Что касается органолептики. Мутность и прозрачность, безусловно, можно оценить уже и с использованием современной приборной базы. Ну, вы видите, что в органолептику входят такие понятия, как вкус и привкус. И здесь без непосредственной работы экспертов, ну, по-другому пока не придумали, как определять. А вот целый ряд показателей, в отношении которых приборная база, методическая база, достаточно активно сейчас меняется, совершенствуется. И можно определить целый ряд показателей с помощью современных методов. А вот теперь, в зависимости от того, что мы хотим определить, для каких целей размах проводимых исследований достаточно большой. Вот здесь представлен как бы минеральный состав. Вот здесь можно определять очень много показателей. И я хотела бы добавить, что помимо этих показателей, на сегодня еще определяется буферная емкость воды, на нее влияют растворимые бараты, силикаты, фосфаты, ну, в меньшей степени органические амины, аммиак. Вот. Потом, естественно, когда мы говорим о пресных водах, они характеризуются, как правило, неустойчивой реакцией среды. И это связано еще с разнообразными факторами, как фактор почвы, ложи, водосборной площади, с активностью фонтоситеза водных растений, о чем вчера говорил Тарас Корнелевич. И это действительно очень взаимосвязанные показатели. Соответственно, содержание органических веществ в природном водном объекте, а также поступление в водоемы различных загрязнений. И если говорить о характере определяемых загрязнений, которые должны быть объектом наблюдения и контроля, то для примера могу привести, что вот Международная комиссия по охране Рейна от загрязнения установила несколько основных показателей. Это температура, растворенный кислород, флориды, фенолы. На германо-голландской границе обязательно в водных объектах проводят определение ПАЖ, содержание аммиака, нитратов, фосфатов, обязательно потребление марганцево-кислого калия. Есть достаточно большой перечень показателей комиссии по санитарной охране водоемов в Соединенных Штатах. Это порядка 20 показателей, куда входят как определение анионово-катионного состава, так и тяжелых металлов, определение твердых частиц, жесткости, цианидов, фенолов, удельного сопротивления, концентрации бактерий типа кишечной палочки. У нас в стране тоже достаточно широкий перечень показателей. Все зависит от того, для каких целей проводятся гидрохимические показатели. Идем дальше. Стандартные показатели при исследовании проб воды, то, собственно говоря, чему учат студентов на практике, из чего начинается исследование предварительно проб воды поверхностных водоемов, представленных вот здесь на слайде, в такой сводной табличке. И здесь, безусловно, сделан акцент, обратите внимание, то, что чрезвычайно важно при доставке проб воды в лабораторию описание места пробы, детально номер точки, тип водного объекта и так далее. До сегодня это достаточно просто делается с установлением и географического расположения точки забора. Чрезвычайно важно для понимания правильного определения качества воды метеорологические параметры в месте забора проб воды. Ну и затем перечень идет необходимых гидрохимических показателей. Далее рассматриваем. Самый простой способ – это определение ПАЖ воды, но я очень надеюсь, что у нас подключатся мои помощники, коллеги с Анатольевского университета. Мы предварительно об этом говорили, и они… Да-да-да, я слышу Машу, поэтому я не буду останавливаться детально. Есть разные варианты традиционные, более современные определения ПАЖ воды. Это у нас чуть позже Маша строго расскажет. Это звук пока, Маша, выключите, пожалуйста. Я сейчас договорю. Безусловно, очень важно определение жесткости воды. Для нас это важно как раз для понимания далее процесса очистки воды. Допустим, на примере нашего региона, правое бережье – это очень жесткая вода с большим содержанием железа. И, соответственно, нужно в процессе водоподготовки предусмотреть обязательно процесс умягчения воды. И, соответственно, содержание гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Я не буду останавливаться на деталях. Здесь представлено, с помощью каких реактивов химико-аналитическим методом это определяется. Ионы хлора. Обязательно определение нитрит-ионов. Но я хотела бы на этом моменте чуть подробнее остановиться, поскольку вообще определение азота и соединение азота в воде – это отдельный разговор. И поэтому чуть после выступления моего коллеги мы к этому вопросу вернемся. Безусловно, сочетание сульфатов, фосфатов и различных соединений азота определяет как раз качество вод, степень их загрязненности, вот как раз органические загрязнения и так далее. И это чрезвычайно важно определять в процессе исследования воды. Здесь представлены те основные методы, традиционные методы, опять же повторюсь, для определения гидрохимических показателей. И чрезвычайно важно посмотреть пермагонатную окисляемость, но я передам слово как раз Марии Строгановой для более подробного изложения этих вопросов. Она как раз коснется и вопросов определения растворенного в воде кислорода. Чрезвычайно важный момент. Пожалуй, ключевой, если мы говорим о природных водных объектах, используемых в рыбохозяйственных целях, соответственно, там это обязательно определяется, это необходимый показатель для понимания качества воды, для разведения рыбных ресурсов и так далее. Вот, поэтому я на этом моменте сейчас прервусь. Так, сейчас, одну секундочку. Вот, прервусь. И хочу вам представить Марию Строганову, одного из модераторов школы, белой школы, которую проводит Санкт-Петербургский политехнический университет, я об этом уже говорила. Вот, и Маша не просто участник этих школ в качестве модератора, руководителя команд студентов, она заканчивает аспирантуру, и вопросы у нее связаны как раз с совершенствованием методик определения целого ряда показателей. Итак, здравствуйте, коллеги, да, уже все коллеги и студенты, и преподаватели. Меня зовут Мария, и я являюсь одним из членов, как раз-таки представленного на данном слайде Межрегионального экологического клуба, аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона. Мы располагаемся в городе Санкт-Петербург, всех приглашаем тоже к нам для участия в наших летних, осенних, весенних школах. Итак, сегодня я расскажу в рамках данной темы, уже освещенной ранее Еленой Ивановной, о гидрохимических исследованиях, которые проводим мы, и в том числе по, чем занимаюсь конкретно я сейчас. Вот я в том числе и аспирант кафедры охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов нашего Санкт-Петербургского университета. И сейчас, в данный момент, изучаю кинетику биохимического потребления кислорода. Но для того, чтобы подойти как раз-таки к кинетике, нужно знать методы, которыми мы пользуемся для того, чтобы, соответственно, изучить тот или иной важный аспект. Вот, наверное, вы уже, я, к сожалению, чуть-чуть опоздала на данную сессию. Возможно, вы уже, наверное, даже ознакомились, может быть, кто-то из вас очень хорошо работал, очень хорошо представляет, что такое физико-химические методы анализа. Вот я конкретно сегодня расскажу про электрохимические. Мы используем электрохимические и некоторые лабораторные типы тетраметрического анализа. Это отдельный такой химический метод анализа для определения БК. Вот хотела бы тоже сказать о том, что мы пользуемся, у нас достаточно большая лаборатория, мы используем и портативные, то есть переносные полевые приборы для определения определенных показателей качества воды, и, естественно, лабораторные. Это такие, например, как иономеры, ПАЖ-метры, которые требуют, соответственно, нахождения в конкретном месте, подключения либо сети, либо каких-то химических веществ. Соответственно, про ПАЖ вы уже поговорили тоже, я застала эту часть. Мы используем в том числе и визуально-калориметрические методы определения ПАЖ, это не один единственный, это в том числе. И в том числе используем и электрохимические методы, про них вы уже поговорили. В том числе нам необходимо знать и уровень солености, скажем, уровень количества солей, который как раз-таки показывает удельная электропроводность. Если говорить прям совсем-совсем ненаучно, на самом деле под кондуктометрией есть особая определенная база, которая позволяет определить количество, количество концентрации всяких солей, кислот, оснований в не только промышленных источных водах, но и в природных. Соответственно, чем мы точно так же и занимаемся. И вот, наконец-то, растворенный кислород. Одной, когда я только-только пришла в школу Александра Ильича Шишкина, можно так сказать, биошколу, соответственно, я настолько была заинтересована в изучении уровня насыщения водоема кислородным режимом, мне казалось, это действительно важной темой. И уже изучая далее информацию, литературу, статьи, читая и наши, и зарубежные, я поняла, насколько действительно уровень растворенного кислорода важен для определения, можно сказать, даже для установления качества воды в водном объекте и для определения качества воды в сточных водах, как это влияет. Потому что сейчас я уже начала изучать кинетику изменения органических соединений, на которую как раз-таки и влияет этот растворенный кислород. Он поступает в водоем, все начинается всегда с водоема, ведь у нас раньше еще и не было как раз-таки такого большого масштаба природно-производственных комплексов, которые, соответственно, сейчас они разрастаются вокруг, в том числе и водных объектов. Так вот, все начиналось как раз-таки с водного объекта. В водоем кислород попадает путем абсорбции, то есть его, соответственно, растворения при контакте с воздухом и в результате фотосинтеза. Важно следить за уровнем растворенного кислорода. Его не должно быть менее 2 мг на литр. Соответственно, это вызовет гибель гидробионта, гибель водных растений и их обитателей этого водоема. Все мы должны представлять себе, что растворенный кислород является сильным, в том числе и окислителем. И он необходим для процесса самоочищения водоема. Помогает, соответственно, разлагаться отмершим организмом или частичкам, которые попадают в водный объем, водоем, водный объект и в процессах окисления и органических соединений. На данной схеме вы можете изучить, здесь представлены не все, но большинство факторов, которые влияют на кислородный режим и на которые влияет уровень растворенного кислорода в водоеме. Сегодня мы с вами остановимся на органической составляющей, на таких показателях, которые формируют органическую составляющую. Это биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода и перманганатная кисленность. Кислород можно измерить несколькими методами. Первый метод – это с помощью оксиметра портативный. У нас есть как раз-таки кислородомер, который представлен слева. Портативный анализатор кислорода. Мы его, соответственно, берем во все наши экспедиции исследования. Он действительно, как тут написано, прост в обращении и находится в водонепроницаемом корпусе. Служит достаточно нам уже давно. И самое важное, самое важное – не забывать его, соответственно, сам прибор, калибровать и устанавливать те нормы, вернее, поддерживать сам прибор для того, чтобы он вам служил дольше. Каким способом? Методом калибровки. Мы калибруем его для того, чтобы как раз-таки устанавливаемые значения он нам правильно показывал. Для чего мы изучаем растворенный кислород? В том числе это как раз-таки биохимическое потребление кислорода. Показатель качества воды характеризует суммарное содержание легко окисляемых в воде органических соединений. Легко окисляемых, трудно окисляемых. Это уже будет ХПК и пермагонатная окисляемость. И вот мы используем такие колбы, которые представлены на слайде. Они, соответственно, оформлены из стекла и имеют в себе крышечку с притертыми краями. И вторую крышку, которую вы можете увидеть, она для герметизации необходима, для дополнительной. В нее наливается, соответственно, вода. Если мы берем из природного, из водного объекта, то, соответственно, мы этой же самой водой и наполняем второй внешний колпачок. И внутренним закрываем, соответственно, нашу колбу, притертую. Она должна быть. Рассчитывается значение БПК, ну вот здесь, например, представлено БПК за 5 суток. Это концентрация растворенного кислорода в первоначальной пробе и концентрация растворенного кислорода на пятый день. Вот то, что сейчас как раз-таки я изучаю, мы поставили биохимическое потребление, ну вот именно этот показатель БПК, на длительный период. Но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Это уже не природные, а именно производственные источные воды. Как еще можно измерить уровень растворенного кислорода, определить концентрацию растворенного кислорода с помощью метода Винклера, метода едометрического тетрования? В качестве тетранта мы здесь использовать будем тиосульфат натрия. И уже по количеству израсходованного на тетрование мы будем рассчитывать по специальной форме, оформленной в методике. Будем рассчитывать уровень концентрации содержания как раз-таки оставшегося кислорода в пробе. И после этого будем вычитать, соответственно, из первой пробы и из последней. Таким образом найдем БПК. Вот немножко об объектах, которые мы исследуем. Это финский залив и его притоки. И на базе как раз-таки, вот именно, можно сказать, финский залив и его притоки является нашим родным домом для Белошколы. Вокруг поселка Репина мы, соответственно, на автобусе пересекаем разные дороги, пересекаем и направляемся к разным водным объектам, соответственно, курортного района и изучаем их качество, качество воды в этих водных объектах. И зимой, и летом, и осенью, и весной. И вот второй такой объект исследования, тоже немаловажный, это Ладога. Вот где мы именно проводим исследования тоже в рамках Биошколы, это в Севлорском районе, внизу, к сожалению, не могу вам обвести, но красным внизу карты обозначено, соответственно. Река Вокса и ее такой торжественный массив, она очень большая, красивая, бурная, разливающаяся, соединяющаяся, соответственно, берет начало в Финляндии, озере Сайма, я тоже изучала этот кусочек, очень-очень интересная, и она чистейшая пока что, надеюсь, такова и будет, хотя на берегах Вокса находится вредитель, циозно-бумажный комбинат. И еще одна область исследования, которой я сейчас занимаюсь, где я сейчас занимаюсь, ставлю анализ на МПК, это город Петкиранта, рядышком находится циозно-бумажное предприятие, и, соответственно, циозно-бумажное предприятие, как вы знаете, это одно из самых вредоносных для водного объекта такой вот источник образования вот этих вредных сточных вод. Ну, не только сточных, но и воздух очень сильно загрязняется, но вот мы изучаем именно стоки. Вот касаемо как раз-таки города Петкиранта, циозно-бумажного предприятия, чем мы сейчас занимаемся? Мы занимаемся с нашей большой компанией, биос-компанией, командой. Ну, ребята наши, может быть, кого-то вы уже знаете, это вот Саша Кушниров и Халид Бархуев, он как раз-таки из Саратова, да? Они изучают сейчас гидрологию, гидрологическую составляющую участку рассеивающего водовыпуска предприятия, а моей частью является гидрохимия, гидрохимические аспекты. И сейчас мы понимаем, что нужно действительно совершенствовать методику определения БПК, потому что методика, соответственно, признанная, гастированная, гастированная, она, к сожалению, немножко не в ту степь работает с разбавлениями. Для определения БПК в сточных водах очень важно знать и понимать уровень разбавления, соответственно, коэффициент разбавления, который мы разбавим, для того, чтобы нам не упустить то количество кислорода, которое еще там должно быть в колбе, для того, чтобы определить концентрацию органических веществ или величину БПК, вот я вот так скажу. Соответственно, что мы сейчас делаем? Это будет четвертый наш эксперимент в этой области, вместе с лабораторией города Цивилозного завода Петкеранта мы проводим исследования о кинетике, соответственно, изменения органического соединения во времени вот именно в стоках. И до сих пор нам не удалось найти, когда же будет БПК полная именно, потому что методика гастированная, она именно подразумевает определение БПК не 5 суток, а полная, да, N суток. Вот N суток, все говорят, что это 20, а на самом деле это не так. Вот у нас в нашем случае бывали разные ситуации, где-то даже заканчивалось и на 13-е сутки, хотя по идее, ну, до 20-х еще 7 дней, а кислорода в колбе уже нет. Значит, разбавление неправильно подобрали. Разбавление сделали согласно тому, что указано в методике, согласно тем вот аспектам, которые там предлагаются. Поэтому мы будем предлагать для стоков ЦБК немного другие разбавления, вот, и оно будет идти чуть дольше. В общем, сейчас эксперимент еще не окончен, поэтому не могу сказать, что будет дальше, хотя действительно безумно интересно. Вот. Ну, на этом, наверное, я завершу вот эти вопросы. Спасибо, Маша. Да, тут все погрузились в эти детали, да. Спасибо огромное, да. И ваши контакты. Спасибо. Спасибо вам. Да, спасибо, Маша. Спасибо вам. Да, очень показательно как раз о том, что вроде бы стандартные показатели, и прописан во всех методиках, а применительно конкретному водному объекту в конкретных, в общем-то, условиях среды, климатических условиях. И в зависимости от приложений и к решению технических задач по сбросу сточных вод возникает масса всяких моментов. вот, поэтому сейчас я перейду к своей, вернусь к своей презентации. Это вот как раз Маша говорила о значении растворенного кислорода. Мы с вами все равно это рассматриваем как бы, знаете, общими мазками, потому что, допустим, те наши коллеги, кто занимается вопросами гидрохимии применительно к рыборазведению. Это целый курс, который читается, как контролируется, за счет чего, каких химических процессов изменяется и так далее. Вот. Так что, идем дальше. Вопросы, на которых я хотела становиться чуть подробнее, и, на мой взгляд, решение, совершенствование методик, которые очень важны на сегодня, это как раз определение общего азота в пробах воды. Почему именно азота? Потому что определение разных соединений азота необходимо для того, чтобы оценить загрязнение поверхностных природных вод. А это один из серьезнейших экологических вопросов. И Маша уже сказала о биогенных элементах. Действительно, что целый ряд веществ, которые поступают в водные объекты и связаны исключительно с деятельностью человека, вот особое место занимают биогенные элементы, это соединение азота, углерода, фосфора и серы. Мы сегодня решили более подробно поговорить об азоте, поскольку с фосфором и серой мы поговорим в следующих лекциях. Почему? Потому что на сегодня регламентируется, идет процесс совершенствования регламентации содержания азота в природных источных водах. Это очень взаимосвязано. От качества очистки источных вод зависит состояние наших природных водных объектов. Напомню для коллег, кто нас слушает и для студентов, что в поверхностных водах азот, как правило, присутствует в виде двух основных групп. Это азот неорганических соединений и азот, входящий в состав органических веществ. Есть, конечно, еще небольшое количество газообразного азота, растворенного в воде, но, как правило, в наших исследованиях он не принимается во внимание. Значит, что является источником поступления азота в природные водоемы? Природные процессы – это разложение клеток отмерших организмов, это прижизненное выделение гидробионтов, это атмосферные осадки, деятельность азотфиксирующих бактерий, это тоже отдельно можно целую не одну лекцию на эту тему прочитать. Но в понимании к исследовательской деятельности качества воды водоемов мы должны понимать, что значительное количество азота попадает в водоемы с бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными источными водами. И поэтому об этом мы поговорим немножко отдельно. Естественно, вопросы анализа азота в сточных водах, они регламентируются целым рядом документов. И вот здесь я хотела сказать о вопросе, который дискутируется специалистами в этой области. Вот в 2013 году было такое постановление 644-е правительство Российской Федерации, то есть вступил в силу документ правила холодного водоснабжения, водоотведения. Ну, казалось бы, сугубо документ, касающийся специалистов технической области, кто занимается этими вопросами. Вот в данном постановлении нормируется содержание азота в сточных водах, который допускается к сбросу в систему водоотведения и, естественно, в природные водные объекты, которые есть в регионах. И вот там показатель, который определяется, он трактуется как сумма азота органического и азота аммонийного и регламентируется, что оно не должно превышать 50 мг на кубический дециметр. Вот в принципе, если провести анализ литературы, связанной как раз с очисткой сточных вод, то в хозяйственном бытовых сточных водах валовое содержание всех форм азота составляет от 50 до 60 миллиграмм на дециметр кубический и доля органического азота от 50 до 70 процентов в этом. Все остальное это аммонийный азот. А вот содержание азота в форме нитрата и нитрит ионов сточных водах, то, что уже сбрасывается, оно, как правило, невелико. Но когда это все поступает в природные объекты, подключаются процессы биоразложения, аммонизации, нитрификации. Эти процессы начинаются как непосредственно в сточных водах, так и продолжаются в природных водах. И, соответственно, соотношение компонентов, оно будет меняться, и количество нитратного азота будет возрастать. Это вполне как бы закономерный процесс. Поэтому вот с точки зрения специалистов, кто занимается этими вопросами, считается, что не совсем обоснованно использовать показатель сумма азота органического и азота аммонизного. все-таки надо оставить традиционное понятие общий азот. Потому что показатель общий азот, он характеризует валовое содержание всех форм азота в пробе воды. И именно он используется для характеристики антропогенной нагрузки природной среды или для характеристики активности очистных различных сооружений. Если посмотреть аналогичную зарубежную литературу, то там этот показатель так и называется общий связанный азот. Поэтому в принципе говоря об азоте общим и методом определения можно договориться, что мы рассматриваем понятие общий азот, связанный азот и общий связанный азот как взаимно равные термины. То есть равноправные термины. И сейчас я вот сюда вернусь. Получается, что взаимосвязь показателей, характеризующие содержание азотов пробов воды, представлены в этой табличке. И теперь какие методы на сегодня есть? Ну достаточно традиционные, хорошо всем известные, кто работает в лабораториях, это определение азота в форме нитратов, нитритов, аммонии, азотов. Методики разнообразные, но в арсенале средств аналитической химии, к сожалению, до сих пор нет метода, который можно было бы назвать методом прямого определения азота, связанных в органические соединения. поэтому используются методы, которые позволяют определить органический азот в составе определенной группы веществ. Ну вот, вернусь опять же, начала немножко, может быть, сбилась, что классический метод это метод разложения покиедали. Тем не менее, в последние десятилетия активно внедряются новые методы. Это вот представлено на слайде и метод ультрафиолетового, персульфатного, высокотемпературного окисления. В чем принципиальная разница? Я пока буду комментировать, посмотрите на таблицу, где вот представлены основные характеристики этих методов определения общего азота. Понятно, что классический метод по кельдалю, он стандартный, это определение органического азота. И здесь суть какая, что преобразование органического азота в аммонии проводят путем разложения в концентрированной серной кислоте при высокой температуре и в присутствии сульфата калия. Вот в таких условиях органический азот превращается в сульфат аммония и затем анализируется одним из трех способов. Либо тетрованием с минеральной кислотой, либо с использованием калориметрического метода, ну, либо с помощью, если в лаборатории есть, аммонийселективного электрода. Вот. И поэтому определяемый параметр так и называется азот по кельдалю и представляет собой сумму органического и аммонического азота. кельдаля. Ну, и для более детального, кому интересно, можно еще сказать, что на сегодня различают еще макрометод кельдаля, если мы анализируем пробы от 25 до 500 миллилитров, так, а есть еще полумикрометод кельдаля, когда объем пробы у нас от 5 до 50 миллилитров и, соответственно, измеряемый концентрация азота будет несколько другая. Значит, что позволяет данный метод? Данный метод кельдаля позволяет определять органический азот вместе с изначально присутствующими проби ионами аммония. И этим методом нельзя определить азот в таких формах, как азиды, азины, гидрозоны, нитраты, нитриты, нитрилы, оксимы, семи-горбозоны, нитро, нитроза и азосоединения. Это первый момент. Второй момент, что весь процесс определения, он достаточно долгий, длительный, ну, где-то 3-4 часа, ну, трудоемкий достаточно, и все-таки пределы обнаружения, пределы обнаружения высокие, в связи с чем прецизионность результатов низкая, ну, и на практике многие исследователи отмечают иногда так называемые высокие значения сигналов холостов ПРО. И поэтому, ну, это связано еще с самой методикой, с опасностью воздействия горячего раствора серной кислоты, и чем он еще не хорош, конечно, образуются отходы в результате использования этого метода, так называемая объема отходов, содержащей серную кислоту, который нужно учитывать, соответствующим образом утилизировав. Вот, поэтому термин общий азот, в общем-то, на сегодня специалисты считают применительно к величине, которую мы определяем этим методом, она не совсем корректна. Если рассматривать другие методы, так как, допустим, в нашей методике РД от 2007 года описано, для определения массовой концентрации общего азота используется персульфатное окисление пробы. Ну, есть еще альтернативные методы, которые встречаются в ряде нормативной документации. На таких деталях мы пока останавливаться не будем. то есть есть определение органического инструкции органического углерода и общего азота в питьевых природных источных водах. Значит, этот метод заключается в термокаталитическом окислении всех форм азота с последующим детектированием химии люминесцентного излучения, которое возникает в результате реакции образовавшихся окислом азота с азоном. И на схеме как раз представлено определение общего азота методом персульфатного окисления. И на сегодня есть документ, который устанавливает эту методику. Не буду детально останавливаться. Методику хорошо знают и используют в лабораториях, которые ведут анализ природных и очищенных источных вод. Но что здесь какие есть нюансы при использовании этого метода. В этом методе, если в воде присутствуют тяжелые металлы, значительное количество, то не совсем полноценный результат получается. И содержание ионов хрома и железа, если даже на уровне 1 мг на кубический дециметр, тоже будет мешать правильному получению результата. Далее, если используется определение общего азота методом термокаталитического окисления, на сегодня активно внедряемого в практику, то здесь как раз в основе метода процесс термического разложения органических и неорганических форм азота на катализаторе и перевода в форму монооксида азота. Соответственно, процесс разложения проходит в колонке сжигания при достаточно высокой температуре. И данный метод считается наиболее полной отражающей содержание общего азота. Но, кроме того, как вы видите в общей сводной табличке, более экологичный, поскольку не предполагается образование отходов, менее опасный по сравнению с традиционными методами, но нужен специализированный, анализатор. Это то, что касается азота. И почему необходимо определять достаточно серьезно соединение азота, поскольку для определенного содержания, допустим, ионов амуния влияет, существенно влияет на качество водного объекта, особенно, если это связано с рыборазведением. Это отдельный разговор, мы сегодня более детально не будем на этом останавливаться, у нас сегодня обзорная такая лекция. Ну и самое главное, что, в принципе, используя вот эти методы определения, мы дальше, используя формулу, можем рассчитать присутствие азота в различных ионных формах, в исследуемых пробах воды. Ну и наконец, последнее, я думаю, что для нашей молодой аудитории стало ясно, что достаточно большой спектр определяемых показателей, это не значит, что нужно всегда использовать весь перечень. Необходимо определиться для каких целей мы проводим гидрохимические исследования. Если это гидрохимический мониторинг водного объекта, то определяется количество содержания элементов основного солевого состава, биогенных и загрязняющих веществ на момент отбора пробы. Для чего это нужно, чтобы данные, полученные в результате гидрохимического мониторинга позволили нам дать более-менее адекватную оценку экологическому состоянию водных объектов, сформировавшись за определенный период времени. Далее, гидрохимические наблюдения, как правило, проводятся в местах потенциальных источников загрязнения. И там тоже совершенно определенный набор тех показателей, которые определяются. Ну, как правило, такие места наблюдения это устья притоков, в обязательном порядке это трансграничные участки водотоков, и анализы, гидрохимические исследования проводятся ежемесячно. И вот в пробах таких поверхностных вод определяется ну, иногда и более 35 гидрохимических показателей, ингредиентов, для того, чтобы наиболее полно оценить качественный состав водных объектов. Какая периодичность проведения гидрохимических наблюдений вот с учетом комплекса факторов? Это зависит от размерности водности рек и хозяйственного назначения, характера и уровня антропогенной нагрузки на водоток. Как правило, если мы говорим о водоемах, то они обследуются 4 раза в год, то есть это минимально. в зимний период, период окончательного весеннего половодия, период летней межени и период предшествующий ледоставу. И соответственно, всегда в лаборатории, когда мы определяем и даем заключения или протоколы анализов исследований проб воды, обязательно соотносится получаемый показатель с предельно допустимыми концентрациями веществ, установленных для водоемов и водотоков, причем у нас есть в Российской Федерации, вы знаете, два критерия ТПДК питьевого назначения и более жесткое это рыбохозяйственное назначение. Поэтому при одновременном использовании водного объекта по нескольким видам водопользования, конечно, приоритет отдается более жестким нормативам рыбохозяйственным и соотносится показания с предельно допустимыми концентрациями. Ну, а о том, какие показатели необходимы для того, чтобы мы использовали их в расчете интегральных показателей, это у нас с вами будет отдельная лекция в четверг и мы там уже поговорим конкретно как комбинируются показатели для того, чтобы наиболее полноценно использовать интегральные показатели, правильно их рассчитать и сделать адекватное заключение о состоянии водного объекта. Вот я на сегодня на этом планировала как бы закончить и сделать небольшой анонс, что завтра мы рассмотрим гидробиологические основные показатели, как традиционные, так и те, которые широко используются, совершенствуются в научном плане на данный момент и сделаю небольшой анонс, что завтра к нашему разговору подключится профессор, заведующая кафедрой ботаники, химии, экологии Саратовского государственного аграрного университета Сергея Сергеева Ирина Вячеславовна, она занимается как раз обоснованием использования херномид для экологической оценки как раз по гидробиологическим показателям водных объектов. У нас подключится молодой специалист из Кирова Аня Алькова как раз с обоснованием использования дафней, нюансов использования для биотестирования. И с большим удовольствием я сделаю анод, что примет участие Марина Александровна Сазыкина, Федеральный Южный университет, доктор биологических наук, которая расскажет нам о совершенно интересном новом направлении, это использование батареи люм-тестов на основе люминсирующих бактерий, позволяющих сделать заключение о присутствии загрязнителей с определенным токсическим эффектом. Вот такая программа у нас на завтра. Ну, сегодня я вот насколько могла сделать общий обзор, я думаю, что в последующих лекциях мы еще вернемся к целому ряду показателей. Пожалуйста, переходим к вопросам нашей аудитории. Может быть, я что-то не сказала, кто-то хочет дополнить с удовольствием. Давайте посмотрим. Так. Вот вопрос, отличаются ли показатели воды в разное время года? Безусловно. Безусловно, температурный фактор очень важный, и он резко влияет прежде всего на содержание кислорода, что чрезвычайно важно, и это как бы отдельные варианты. И, соответственно, повышение, чем выше температура, тем активнее биологические процессы в водных объектах, нитрификация, манификация и так далее. И, соответственно, цель ряда параметров меняется. Почему мы обязательно при заборе проб указываем непременно не просто сезон года, а температурные условия для того, чтобы соотнести как раз температурные условия сезон года и с параметрами определения химических показателей, для чего сейчас как раз создается база данных по мониторингу водных объектов, где вносятся данные по сезону в зависимости от температурных показателей и создание вот таких программ баз данных, а после создания баз данных следующий этап это создание базы знаний, как говорят программисты, где мы указываем взаимозависимость, программисты делают программы, которые автоматически вот эту взаимозависимость одного показателя от другого закладывают в программу, и поэтому когда мы определяем в определенной точке в результате мониторинга показатель, он идет, передается на компьютер в базу данных, подключается программа базы знаний, высчитываются вот эти все взаимозависимости, и сразу можно увидеть возможные изменения других показателей при повышении температуры, снижении температуры, и вот эти возможности с точки зрения современных информационных технологий в мониторинге, они в общем дают нам вот на сегодня очень большие возможности по-новому посмотреть на эти подходы. Так, спасибо большое вот здесь вот у нас коллеги из кафедры промышленной экологии безопасности жизнедеятельности присутствуют, Галина Северюкова очень приятно. Так, спасибо большое тем, кто благодарит за лекцию. Я думаю, что вопросы в чате можно продолжать писать, потому что мы и завтра целый ряд вопросов рассмотрим. Отдельно в четверг у нас лекция как раз по интегральным показателям, на основе каких гидрокимических показателей они вычисляются и где они потом используются. Рассмотрим кратенько и как это используется для построения карты экологического состояния водного объекта. Ну вот таким образом. Ну если вопросов больше нет, я их жду, мы с вами еще три раза встретимся. Вот какие-то показатели более детально рассмотрим в пятницу применительно как раз характеристики процесса самоочищения, что чрезвычайно важно нам понять перспективы дальнейшие для водного объекта, для мелководия водохранилищ идут процессы самоочищения или процесс необратимый и нужно принимать какие-то экстренные меры в отношении водного объекта. На сегодня тогда спасибо всем большое за внимание. До свидания, коллеги, до завтра. В бабуля, До встречи!